Иисус Даже Иисус сказал «Пока не умолитесь и не станете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Посему здесь большой вопрос. Если 70% всех решений в пользу Христа происходит в окне с 4 до 14, почему поместная церковь выделяет только 3% из своих ресурсов туда? Помните, когда дети пришли к Иисусу? Его ученики сказали «Не утруждайте учителя». Ученики посмотрели свысока. А Иисус опустился на колено и увидел открытые окна, открытые сердца, открытые умы, жаждущие Его любви. И Он сказал «Не запрещайте детям приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Мы читаем по всей Библии, что Бог изначально видит потенциал в детях. Например, Давид, простой пастушок, был избран Богом убить великана. Самуил, мальчик, которого Бог позвал ночью и поставил пророком Божьим. Мариам, спасшая своего брата Моисея, чтобы он спасал народ Божий. И сам Иисус, 12 лет дививший своей мудростью взрослых, окружавших Его. Там, где мир видит незрелость или глупость, Бог там видит открытые окна, нежные доверчивые сердца, откликающиеся на Его учения. Сегодня дети нуждаются в нашей помощи. В мире 1 миллиард детей, половина из которых страдают от физической нищеты. Тем временем дети в развитых странах живут в духовной нищете. Только 3% смотрят на жизнь с библейской перспективы. Но мы можем приносить надежду. Четверо из 5 детей жаждут Бога. И мы можем помочь им найти Его. И пробудить сердце к вере, которое Бог видит в них. Сегодня у нас потрясающая возможность. Приносить любовь к Божью в миллионы открытых окон. Детям дома и по всему миру. Восприимчивым к истине. Поэтому приложим все наши усилия. А там, где нужно, и сверхусилия. Давайте смотреть на детей так же величественно, как смотрит на них Бог. Потому что наилучший способ приносить свет в темный мир – через открытые окна. Посетите фото fotinwindow.com Завоевывайте сердца детей на улицах и по всему миру. Пока окна еще открыты. Субтитры создавал DimaTorzok